спалил я просто это сплю и тренируюсь лучше бы готовым быть еще не позвонил к чему готовым быть а почему бардак такой в хате так это слушает и не бардак просто мы же обещали короче людям вот этот снять обзор короче вот этих ящичков чемодан вторую часть рум-тура поэтому некуда пока вещи положить ну я так немножечко побросал так вот пока наспех так два месяца уже прошло как вы квартиру въехали уже два месяца до 2 как бы не три быстро время летит столицы эти хочу сказать ну давай чуть попозже снимем слушай я занят сейчас немножко у меня он делал чем ты занят и лежал на диване и проворот на матрасе знаешь вдруг война я уставший а это важное дело ну конечно это но чтобы хват был хорошего до схвата вы так все хорошо видеть давай снимем пожалуйста давно пора уже мне кажется но можешь брать ну ладно хорошо ну давай с ним чё работает 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 в общем сегодня у нас интересная тема ну как интересно слышь мне уже охота и закончить побыстрее потому что у меня складывается впечатление что такой travel блогер такой знаешь прохаты такой снимаете по путешествую охотник за хатами и сегодня мы с этим покончим сегодня мы с этим покончим и мне хочется покончить с этим максимально быстро потому что там стоят коробки в которые я еще не залез их нужно либо выкинуть либо что-то с ними сделать потому что мало места свое белье свои вещи просто не влезут если мы это все не выкинем ведь я перебью смотри я новый подписчик твой я только пришел ничего не понимаю какие коробки какие хаты где-то там что снимал почему-то устал уже от этого объяснить ладно давай по порядку короче я же термосквич пятом поколении в общем приехал на люксовую хату снял на нее room tour чик ну такой формате блогинга как сейчас это популярно владос мне сказал вот все посмотрели все понравились от старых хозяев там остались коробки вот прямо запакованные коробки в которых мы не знаем что лежит вот и у меня тоже была такая сначала интрига мне так прямо интересным было сейчас они уже просто нормально стоять и как бы я не могу в них заглянуть и они мной уже воспринимаются какой-то чужеродный музыр который нужно выпить вот соответственно мне хочется закончить с ними я обещал вам их распечатать мы все не распечатали витя кушать что вы крути здоровую стали да я помню у меня такие спички свои руки stories от видела совершенству и как будто с деревьев как гиббон спустился чувак не предела совершенства за такие же банки владос на самом деле не просто так заметил сейчас короче немножечко сместил свой акцент в наборе рук ну просто как бы чуть больше стал уделять им времени специализированных тренировок короче связано это еще с тем что я написал в своей онлайн-школе курс по укреплению развития силы рук домашних условиях вот я его еще не начал я его только написал сейчас я заканчиваю гиревой и вместе с вами начну ручной ну как бы руки уже готовлю я не один цель с кем ты слушай но анбоксинг в жало с тобой делать мне кажется слишком кучу ну да то есть мы так с тобой вдвоем хату нормально разобрали вот теперь нужно короче эти самые коробочки а коробочки вдвоем ну как бы смотри там высокие полки мне для недостатка мои два метра видел у тебя руки знания что мне помогает поэтому больше рук с нами будет александр раз на раз и какие-то накатай что они сами представят первое видео об этой хотя но собрала приличное количество просмотров было очень много просьб разобрать весь план внутри чем собственно сейчас и займемся также очень многие люди благодарили за то что я смог хунуть их в атмосферу детства многие вспомнили своих бабушек дедушек то есть поностальгировали увидели знакомые для себя вещи которые как-то там на генетическом подсознательном уровне там с кровью не знаю смешали принципе сегодняшний разбор будет более детальный но я надеюсь он также куда-нибудь кинет вас какую-нибудь атмосферу детства и всего в этом духе но мы сегодня вот будем прям проходится короче вот по комнатам смотреть пытаться составить портрет психологически физически какой-то портрет в общем какое-то понимание сформироваться только ключи этого дома могли выглядеть чем они могли заниматься приблизительно в рамках дозволенного мало ли чем тут увидим я хер знает что-то в этом чемодане наверху поехали за атмосферой чё красивая жизнь имитирую красивую жизнь имитация на понимаем имитация красивой жизни ты не москвич я наезжий москвич из питера обычно приезжаю да 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 здесь пацаны пятого поколения короче московские такие коржи то что нам не подходит вот всякое барахло он приходит забирает свою деревню в питер в питер ребята всех приветствую меня зовут гока тупури я ошиваюсь у молодого виктора блута в пятом поколении он же пятом поколении москвич я да 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 как месье прошу прощения да и саша александр раз на раз один на раз там все дела один раз звучало как предложение или оскорбление даже не знаю чего больше бояться максимально стильный я смотрю хата вам навевает короче знаете вот эти дуэлянтные времена короче мы сейчас постреляем сегодня я спал на кровати бабушки которая тут умерла мне кажется ты поэтому плачешь туда чувство такое на самом деле по александру сейчас не знаю видно не видно если видно что что с ним что-то не так короче приехал уважаемый циклон и александра на него аллергия открылась внезапно поэтому циклона пришлось вот сюда изолировать и он бедно лежит короче я открою он такой выбежит порадуется избежит обратно и будет лежать что самое интересное чаще всего ошивается у саши он чувствует какой-то моральная моральную трещину мы начинаем разрабатывать или даже мать не знает мне кажется даже мать таки коробки давай коробку подожди подожди если я что-то я случайно в карман положил так пока ведь они видят чинический чертежный прибор подожди я сам первый посмотри металлический можно крошить круто 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 еще не распакованы что это подарок кому-то было новогодний видимо ребенок умер и не смотри обои советские как раз египетские знаете как это называется когда вот типа собирательства вот это вот все в российском фольклоре как как плюшкинизм плюшкинизм но это без припала до мертвых душах короче был плюшкин такой старик который все собирал от я знаю типа сделали зон да да это учено тоже мой батя бы собрал точно он типа чертил сломаешь карандаш советского образца карандаш советский он явно не давайте сначала саня лучше бы не отдал на то сейф наверно что разламывать у меня как раз шапка для этого так какой год 82 до лакмусовая бумажка годится нам старших родственников и шанат мудрости те научат ах ты мартограф антограф соберите мне она замеряет или китай же но она как будто типа профи на мне ну не про награду сильно не точно не они видят что деревянная ломается теснее общение сделано в ссср она не сломается может быть есть любители или кто шарит название это продать можно знаете чем какую ошибку колоссального уровня допустили мне тоже такие были мы не нарядили елку которая здесь была до нового года в преддверии мы сделаем это следующем году я гуглюшу такой человек комплекте давай дальше но это просто смотри надо qr-код скачать это верхушка пика пика современная ленинград коробочка да приятно мари это рейс федера тушь и а это же надо из диафильма слайды покажите москва могила неизвестного солдата для заберегения вот такие огромные хранят коробки для на ключи повесить хочет сучку циклона нашли для мужик у меня точно такая же была такой коробка да 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 и она типа эту самую включать да и каратина давала в самолете так а здесь пустота пойдем дальше это кстати чертежей для чертежей попадет учительница черчения в райос она чертила мне сказали что это не вечный календарь это какой-то барометр что-то борзометр короче когда борзе он начинает шкалить этим зубов это белье я знаю когда варили белье короче стирали белье кто смотрел выпуск это для советских этих бдсм игре мы были здесь прошлый раз то есть мы кое-что отсюда выкинули кое-что оставили мячик где лежал неделю когда мы приехали короче надо верхние эшелоны на давай там книги так окей какой шалон не трогали хочу книги свадьбы были я не знаю там за книгами есть чем-то я уверен жмем если ходят из книг запрятаны бабки стопу доллары есть сто процент все прятают доллары всегда надо каждую книгу просмотреть не понятно но не сейчас же чем на видео будет неделю это все снимать если хотят то мы с ним нет 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 это это одна серия все знаете почему видите закрывает он сам ночью будет так как миллионером стал и пропал и работы много давайте заглянем хотя вдруг за книгами спрятано что тут а вот это самое коричневое может быть давай я самый подозрительный это книги пробовал рвать да конечно это не сдали библиотеку вот ублюдки посмотри должны были сдать библиотеку не сдали давай за это и пара подожди а что это мы из солнечной системы я не буду это читать это это агитационная литература легко это делается что попробуй мне дали бы жули верн таинственный остров это остается на я же иногда есть у нас короче есть шкала спортивной градации самый топ это жюль верн самое начало это мутная капля емельян пугачёв это тут тут очень много пропагандистской литературы прямо знаешь агитационный что нашел слышишь ты билет то покажи ну чё ты не нашел а ты контролер при обложении дефектов книги просим вместе с данными документами для обмена короче это этим город мясо битя явно видишь ничего нету я думаю можем вас что-нибудь есть но сам бушковый на много про все рассказывать не буду расскажу про три витаминки самые актуальные в зимний период для того чтобы не болеть для того чтобы иммунитет был высоким для того чтобы вы были здоровыми волосы шелковисты кожа гладкой все в этом духе то есть собственно первое чтобы я вам порекомендовал в зимний период особенно и учитывая что у нас затяжная зима и короткая весна поэтому еще актуально глютамина аминокислоты это то что поднимет ваш иммунитет и не даст болеть при тяжелых физических нагрузках второй момент это омега-3 просто народе и рыбий жир то есть это витаминки богатые жирами которые не так-то просто собрать в обычной еде а если можно то очень дорого здесь если у вас нет возможности кушать дорогостоящую красную рыбу можно заменить и вот этими штучками ваши ногти будут красивыми крепкими ваш волос будет блестящий не будет сечься и кожа у вас будет такой вот красивый гладенький и эластичный очень актуально и в зимний период и для петербуржцев добавка это витамин d3 это то что нам поступает от солнышка или от винограда в питере солнце не так много и зимой в принципе его не так-то много поэтому витамин d3 отличная альтернатива то есть он тоже довольно важен и необходим для всяких там хороших процессов вашего организме также хочется сказать что с 22 по 25 число февраля на сайте май протеин действует замечательные скидочки до 60 процентов и также специализированный промокод блуд дает скидку при оформлении до 42 процентов проходите по ссылочке в описании и только по ней заказывайте будет красивыми здоровыми волосами длинными шелковистыми ногтями крепкими мы разорвали одну книгу а вот это надо сохранить не открывай не открывай чусь в этой новой нквд шнете а мне написали мне написали в комментариях что это я уже все знаю я тоже знаю сушил да а ты ничего не думал а я думал я думал это что по тебе понравится вот прям открой сразу сразу открывай ни хера себе топчик аремс или аремс я не знаю аремс ну блин прикольно да а сколько будем делать ванна тысячу раз я думаю 10 часов держите 100 тысяч лайков и гочи запишет как 10 тысяч часов а он качает подожди 10 тысяч часов мне 10 часов давайте все ой смотри это можно измерять тихо 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 свои так пацаны это боя моющий кстати у вас смотри не битый ой какой хороший форме вот я же говорил что на кухне его них они это не для отбивки мясо полос кучу jones этот полка такая дома поток синий это полка очень подозрительная вы замечаете я бы not staying квдашные обогреватели топор молоток фонка сверло цветочной так это это чисто же кипятильнической включить со всеми шибари что-то мне не нравится это полка нету такого неприятного здесь смотри какие-то технические штучки но это стандартный вот это дедовская деда все сохранить нет перебрать на коробки ну в разные баночки баночки составить на череп делал в туалете смотри значок бородиного 812 года это не 812 на память 110 копеек а меня вот это интересует тяжелая готовы давай я думал там монет кусок старого деда а это не волосы брунгильды тапакля это типа щели заделывать и в натуре я вспомнил у нас по баням деревнях такая была я думал что-то интерес сейчас он запекшая кровь там сушен он так завернут странно что рассохшиеся ведь короче надо уже мясо с грузии вот прям ведро его положить надо принципе это ассоциация с любой плюс минус деревня деревня ведро на ночь в горячем а сюда клин блин мужика на хера мы покупали потому что это не энергосберегающие вот и вот это посмотри чё кто не будет делать челлендж лампочки в рот блин вот это кстати ценная штука это лазерный батарейки на дорогах красота прикольную что можно даже сейчас смотри смотри на него такая прям старая школа смотри у я любил это дерьмо всегда крепкий я тебе скажу ну ты сейчас сам поймешь да такой ряд ове можно попробовать этаж он полный не так аленами кажется он полный ну чисто тех такие моменты ну вот такой дедовский прикина скотч даже закрыл это современная швабра по моему художник неизвестен ну ладно я знаю что художник неизвестен на мою тетю чё нижний этаж тему одну сделаю есть присутствует нифига себе а я чуть не купил ладос это опять за себе у них тут это разогреватели да ладно ты посмотри да ладно это вафельница может быть потому что она полностью закрыта ну это круто да это походу варенцы а там насадки есть а то он шарит в ней ну тут заливается эта херня и все очень тонкие мне кажется ладос для вафельницы посмотреть насадки должны быть да ведь оценивай норм норм ну такие музлова спрятан все книги хрустят они новые только все книги проверьте на элемент бабок и это прям новые какие-то три мушки киора слушай ну читали не удивлюсь здесь книги я думаю это все книги ну и все проверим что есть книги ну и здесь книги слушай в туалете был чемодан я думал его оставить короче на концу чудо чемодан а тот про который ты говорил знаменитый чемодан который больше всего интересно так очечник о еще ключи это запаска не наши профсоюзный билет вау смотрите парижский парфюм ух ты это было ребят азартные игры а тут ничего такого а вот это блин у меня у бабушки такая была чувака не нагоняет дорогая бабушка поздравляю тебя с новым 1995 году пацаны это что маслосъемные колпачки что ли или я что-то путаю по моему маслосъемные масло съемные колпачки масло вот маслоотражатель а я узнал какой-то мужчина который наверно суетит как он выглядит напишите волосы волосы полноватый волосы присутствуют взгляд добрый спокойный загадка очень много просто вот этих разных тем до книжек непонятной литературы ну а слушай ну вообще сказал мужик что вы не просто тебе надо или вам по спортом позаниматься и счетчик калорий вот теперь не будешь приложениях сидеть реально счете калорий по ходу к этой программке и смотри не ломаешь а спонсором данного видеоролика является мой мерч для всех почитателей нашего творчества кому близка по духу наша движуха у кого есть интерес кайф и возможность меня поддержать можете приобрести его по ссылочке в описании также хочется сказать что переезд москву сказывается на всех сферах моей деятельности блогинга спортивной составляющей а также модернизации моего мерч поэтому чтобы не пропустить новиночки новые модификации модернизации проходите по ссылочке следите за обновлениями скоро будет очень много всего интересного хват джогера шапка кайфовая еще значок смотри непростая добылась очень много значков как будто она смотри сколько их слушай она как будто их выдавала она могла быть как это куратор шей мы же это видел когда еще звездочка заканчивалась даже нескончаемая конечно так получилось что она заканчивается так заканчивается еще лет на пять хватит да пожалуйста в том в той серии просили у кого есть возможность дать она пожалуйста я уже написал все проигнорировали по ходу это как бы ну не так то просто это лимитированная какая-то история кстати написали продай комикс так что сань давай его пока сохранить не вот это кстати на самом деле и без шуток у меня тоже такие были без шуток на самом деле лет через 20 30 виктор генчу этот комикс может стать очень дорого а это типа это когда стоишь типа подожди телик настраиваешь такой россия 1 так тв 40 рбк есть нтв присутствует мтв фу надо удалить угощет ты не нет владос это ты ебать не получилось пойдем анекдоты я очень когда сыграем игру игра читает каждый анекдот и кто первый смеется проиграл давайте 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 все собрать первый гола нарочно не придумаешь богдан титамиров встречает мать который держится руками за задницу что случилось говно подожди говно обкакался надо говорить не обкакался а круто обосрался еще не смейтесь подожди маленький врач доктор вы знаете у меня в попе рак раздевайтесь посмотрим что там у вас после тщательного осмотра врач говорит вы знаете у вас там камень вот-вот подниму прячется я уже посмеялся прочитал я не буду сейчас читать выходи за меня замуж хорошо отвечает девушка и наступает тишина наконец девушка не выдерживает почему ты больше ничего не скажешь дорогой я и так сказал лишнее отвечает парень а вот это кстати это лфз это фарфор ребята которые в курсе они знают мы с тобой попили муки ребята которые у вас посмотри какая блять красота только в таком пусть приносит кофе было мне завтрак теперь в этой штуке сперва ребятам покажу так подожди 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 я думаю это порнушка для циклора у меня была такая в детстве тут еще собаки трахаются на какой-то странице да да в конце коричневым цветом это что такое вот это я ж сказал я ж сказал ты дрочил на это ведь нет вот а тут еще ну да коричневого цвета флешбеками у меня застревают это случка называется застревают на морозе как они мерзнут знаете подожди тут анатомия показана вот это мне интересно собаки да тут есть блин ну вообще крутая но циклона тут нету потому что циклон появился недавно а книга старая у меня родители разводили собак да какой породы боксеры ууу смотри это виталий на канал деда виталия деда Виталий он назывался он там в ссылочках описании да там ссылочку описания если я правильно понимаю то это очень дорогая вещь я беру себе лавировали лавировали да не лавировали типа хрустальная люстра я думал самогонный аппарат voltage да не это же люстра вот вот да 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 это хрустальная люстра Похоже на какую-то секс-игрушку, на самом деле, такую, ну, жёсткую. О-о-о, телевизор? Да. Ещё и стильный какой, посмотри. Интересно. Бля, эта штука туда всегда проваливается, если сильно нажать. Это, типа, первый канал, второй, а это, типа, звук настроен. Я помню, кстати. Помнишь? Да. Блин, ничего себе. У меня у бабушки такой был. Чё-то такое, ну, по-моему, такое. Саня, гиперэмоция? Вау! У меня такого не было. У тебя тоже? Да. Тогда мне тоже пять. Не, бля. Соплики. Соплики. Вот в наше время, чтобы погромче, чтобы погромче надо было что? Встать с кровати. Ночью. Подойти. На колено встать. Преклонить колено. Пультом был самый младший в семье. Была такая шутка. И вот так, типа, нормально, не громко? А как пульт в целлофанке завертывали? Только сейчас есть такие люди. Да? В целлофане делают. Понял? Да. Тихо. 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 В принципе, здесь нам делать не особо много, потому что здесь ничего такого ценного не было. Выпиздили то, что показывали вам в прошлом номере. А теперь давайте-ка поговорим, друзья. Наши хорошие. Так, так, так. Минуточку. 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 На самом деле здесь я говорил, что очень много пропагандистской литературы и так же вот всяких каких-то во времена, это же националистическое тоже считается все. Ну конечно, пропаганда же. Кто эти люди? А тут попахивает марксизмом. Ну да. Блин, ну это на самом деле ценное дерьмо так-то. Я думаю, многое из этого сейчас уже проблематично найти вот в таких изданиях и вот все в этом духе. Все в некоторых странах. Оружием мы долбили врага, трудом мы добудем хлеб. Все за работу товарищи. Блин, ну это на самом деле... Ого! Физуха какая! И солдаты, и рабочие все вместе. Почему так много икон, когда так много коммунизма когда-то? Мужчина, знаешь, там топил за определенные тематики, а барышня за... Ну, кстати, вполне возможно, потому что следов мужчины здесь вообще... Ну, об этом позже. Заметь, что они разных всех национальностей. Да, 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 да. Объединение. Это СССР. Да. Я помню времена, когда вот по таким тоже книжкам мы с папой ездили, да. Искали места, территории. Такие книжки, а вот эти? Ну, атласы, да. Ну, это такое, когда навигаторов не было. А, да, в тачке были такие книжки, да. И каждый год там, по-моему, обновлялись вот такое. Советского кино тут есть. У-у-у. Слушай, я никого не знаю. Я думал, тут сейчас будет этот, Никулин, там, вот, Витцин, все дела. Какой год? 77-й. Не, хотя, может быть... Может, они молодые, ты их не узнаешь. Да я бы не сказал. О-о-о. Вот тут я уже кое-кого знаю. Можете посмотреть, как раньше девочки выглядели. И сексуальные мальчики, то есть какие типажи были. В моде, так скажем. Мне кажется, некоторые типажи даже сейчас можно еще, да, встретить. Дорогая ТТТ. Актеры советов. Здравляю вас с днем рождения и 40-летие. Товарищи по комсомольской линии. Фантастическая литература. Вы знаете, здесь очень мало фантастической литературы. Я это говорю сейчас, чтобы не забыть, потому что это поможет сложить этот самый портрет вот людей, которые здесь находятся и кто здесь жил. Но на самом деле книги очень много говорят о человеке. И даже если они их не читали, если они здесь находятся, они тоже оставляют определенный след и определенное понимание, кто тут был. А вот это точно можно, Катя, смотри. Тут есть закладки и мы поймем, что люди больше любят. Лупцы с мясом. Кто читал? Чувак, это книга «Приключения Незнайки». Эта книга просто истхлершая. Ну как, что все читали ее. Носов. Ёпти мать. Ну, чувак, ты помнишь ее? Да, конечно. Ты помнишь ее? Мне кажется, сейчас нельзя показывать. По телеку. Это уже тоже стало, короче, понял? Ну, как бы нацистской или как это называется? Пропагандистской. То есть, ну, ставь лайк, если читал «Незнайк». Не, смайлик луны. Комментарий, чтобы никто не разгадал о чем. Ооо. Красивая барышья. Бондиночка. Так, с книгами покончим. Продолжаем. Короче, ну, это мы выписываем, это не пойдет, наверное, никуда. Я не знаю. Подушки разные направленности. Окей. Он не дает, но и успел прокатиться. Я не дам, брат. Дочка будет кататься. Ты его сломаешь нахер. Хватает всех шахту? Да. А, не знаю. Воняет стариной Гоч вообще. Уфу. Уху. Блин. Это где-то 70- 60-й год. У Вас в Грузии и ломают досками такие же борцы? Нет. У нас такого нету. Это не ваша. Это не наша тема. И как бы не понимает. Так, давай значки посмотрим. Ну, мне кажется, здесь уже такой торжок. Это Пушкин что ли? Слушай, а ты знаешь, что? 25 копеек. Довольно дорогой. Тоже, кстати, да, по тем временам. Но это даже какая-то ближе брошь. Ну вот здесь вот реально Пушкин как бы изображен такой неромантизированный. То есть он такой, ну более такой, знаешь, котирующийся к своим предкам, там все дела. Бабушатник я бы назвал вот это место. Это Запонки. Бля, Запонки такая. Виктор. Чак Норрис крутой чувак. Вот почему Жасутского котирует, объясни мне. Мне очень нравится Жасутский. У него текста крутые? Текста крутые, ритмика крутая, музыка крутая. Более того, он один из немногих вообще советских эстрадных певцов, который котировался на Западе. То есть его можно считать звездой мирового прям масштаба. Вот это вам, пацаны. Раскрывайте аккуратно. Восход, хром. Оно еще не раскрыто. Подожди. Что, минутка херовых челленджей? Не, не отмечайте, не делайте. А, мы смотрели, кстати, по-моему, тему в прошлый раз. Маникюрный набор, помнишь? Тогда-то носки не покупались так постоянно, и подшить носки нужно было. Да, и на лампочку одеть. А не, у особо продвинутых бабушек была такая специальная штука, пластмассовая, типа ложки, которая как будто вздулась такая с двух сторон. Слушай, ну даже я в детстве зашивал носки. То есть не было возможности... И пуговицы еще. Да, не было возможности как сейчас пойти и купить. Так, ребят, история коммунистической партии. Очень много. Очень. Ни хера себе, мужик, смотри. Вот это что-то прям такое. О, смотри, это спорт, команда. Ладас. О, ладас. Ладас, ну это да, было. Это как бы на будущее. И это надо будет прям повесить. Это очень крутая штука, по-моему. Сохрани ее, да, только не потеряй. Притом, смотри, она просто в каком-то говне лежала. Вот с чего она лежала здесь. Что это такое вообще? Не знаю, что это такое. Да, пишите в комментариях, что это. О! А, это для занавесок, мне кажется, гипотически, может быть, нет? Ну, возможно, или для сосков. Это ты, короче, и херачишь. И типа на какое число оно попадет, ты выигрываешь? Ну, типа красное или черное. И может быть прям точная цифра еще будет. Опа! Оооо! Это мы нашли куш! Губин! Красавец! Смотри, с автографом! Я тебе говорю! Смысль с автографом! В прямом смысле! Расчехляй! Реально, с автографом! А что ты завелся? Ооо, Губин! Слушай, ну это... Ниже ростом, только Губин! Он же уже спился. Это на дверь. Не, ну это вообще... Это сильно. А второй тоже? Ну, вторую без. Она, видимо, на запас. И любимую песню, это самое. Смотрите, что я ношу, это я отложу. Твоя какая, Владос? Не помню. А твоя у Губина? Ну, то, что ты сейчас напел. Ниже ростом? Ниже ростом только... Да, да. А, да, да. У меня будь со мной. Будь со мной, уходи. Да, да. Так, давай. Ты нашел с кого-то, и себе оставил. Объясню. Еврейский анекдот. Дневник? Дневник. Мужик, зафиг. ДС2. Лох. А, внучки кого-то. Пять, три. Ну, слушай, как я прям учился. Ну, мне кажется, я похуже даже. Со 2 сентября нет подписи родителей. Они там что-то с работы поздно приходят. Да забыл, Зарь, два, три, два. Скатился, фу. О, мои, моя, моя школа, алгебра. Алгебра, да. Каникулы. Выходной. Вы за одной. Дневник ваше, лицо. О, 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 о. Смотри, смотри, виновность пошла. Бля, чувак, подожди, нет. Эта жвачка называлась напугайка. Мы еще сюда говорили. Да, да, бля. Кайф, видишь, меня сильнее зацепило. Блин, займут. Да, 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 эти страшилки. О, декабрь пошел. Ладно, подожди. Давай посмотрим. О, Света. Получи задание по географии. На каникулы. Так, как вышло. Два. Ты. Не успевающая за третью четверть. Давай последний цифр. Просто растоптал. Ё-о-о. О, чувак, это мой дневник вообще. Это прям моя тема, да. У меня актуал. А, изобразительное искусство даже доебало училку. Смотри. Ничего себе. А физра где? Где физра? Физическая культура? Не, ну это не моя. 4, 4, 3, 3. Так, переведена в 8 класс. Задание на лето. И в конце. Кровавые сопли. Да. А, нет, это была помада. Шаришь? Да, мы сделали, что это. Это что, 3, деньги, монополия, что ли? Не, 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 это какие-то. Ты седьмой отдел, 7 тысяч. Ну, короче. Блядь. Это, сука, кринж-полка для рисунков. Дело номер. О, погодите, господа. Смотри. Такая вот леди. Далее у нас. Что-то. Мне кажется, это... Дома? Дома? Нет, это слоник. Спанчбоб, ёптном. Возможно, спанчбоб или будущее, я не знаю. Что-то такое. У-у-у. Вот это, кстати, ничего так сделано. С красными глазами. Ёпта, плядь. Это же Настя вчера рассказывала про них. Мужик, это Винни-Пух, который умирал уже, мне кажется. Почему у них у всех красные глаза? Почему девочка рисовала красные глаза? То, что видела во сне, то и рисовала. Или то, что видела дома. Ну, раскрашено, неплохо, аккуратно. Ну, почему-то вот этих тапок слишком много. Она откуда-то перерисовывала это, походу. Блин, Сань, ты хорошо понимаешь этот шрифт? Типа, они были в дороге, типа, застряли. Нужно было полежать, что-то. Постоянно вот ее обращаются. Благодаря за все, что они сделали для нее. Она сделала для них, точнее, еще раз благодарность. Еще раз называют ее на фамилии и отчество. Хотели вам выставить посылку. Извините вы нас за это. Куча извинений, но при этом не написано, типа, из-за чего? Ну, в случае того, что... Когда, типа, перехватили. Польша в 69-й год. Польша? Да. Польский словарь. Чем она помогала польским детям в 69-м году? Ну, шутки шутками. Ну, тут очень все, на самом деле, так, как бы. Я так понял. Долго молчали. Извините, они за что извиняются. Что они были в дороге, короче. Она отправила каких-то людей в Польшу. И они долго не писали, короче, ей. И за это они извиняются. И благодаря, типа, за то, что она все это сделала для них. То, что вот до дороги они добрались хорошо. Кто-то вот в Польшу уехал и благодарит женщины, которая здесь жила, за то, что она ей помогла. Сбежать в Польшу от советских властей. Так, история России. Химия. Химик. Он это тоже помнит. Ой, это я помню. У брата тоже был такой. Гуманитарное образование. Сборник диктантов. 1958 год. Нифига себе. Сейчас такой пластилин дебильный стал, да? Ты видела, он такой, он как булка, блядь, когда высыхает крошечка. Не тот же. То есть это для, видимо, ну, кто изучает русский язык, других этих, да? Типа, как вот тебе. А это тебе надо. Ну, это 90-е. Эп, шуточки. Азиаха. Так это же Явлинский. Ну, политик. Политик, яблоко. Это же, да. Ярыгина тоже. Они молодые еще. Вот этот, в этом мид. Это задорно, да. Мне кажется, что это их ученики, и вот они им сделали, как такой, этот, типа, да. Может быть, может быть, да. Если она еще Явлинского учила, вот это все стыкуется. Так, 15, черная. Красная, 30. 24, красная. Короче, 23, красная. Ну, выиграли. Да. Потому что, я что-то вижу, подожди. Ля, ни хера себе. Руб 60 стоил, прикинь. Это дорого, кстати. Надо оставить, это же как оно называется. Ну, вообще, кстати, за эту папку сейчас платят, что-то тебе их делали. Ого. Очень много этих. У меня был такой, да, утюги тут прямо у вас. Такой был, да, сломанный. Утюги здесь очень уважали. Мне кажется, они как раз кузовый материал. Вероятно. Быстро перегорали. Слушай, вот это, если я не ошибаюсь, медный медь, по-моему. Нет, я не знаю, что это. Непонятно, короче. Ну, может, что-нибудь в теме, но я не знаю. Такая у меня была такая. И у меня. Так, ну что, мы подбираемся к логическому завершению нашего небольшого путешествия, финального. И это, наверное, самое ценное. Мне кажется, вся грязь, ну, так и есть, да. Обычно должна храниться здесь вот все самые секреты потаенные. То есть, мы встречали пропагандистскую литературу. Мы какие-то националистические знаки отличия находили. В общем, большое количество всего. Утюги какие-то, НКВДшные штуки. Блин, христианское, что-то там церковное. Короче, у нас остался туалет. Загадочный Чин Адам. Поэтому сейчас мы посмотрим, что там. Много перчаток. Кстати, Саня, ты хотел перчатки для тренировок. Нормально? Не знаю. Владос, тебе же нужна вроде. Олег, ты... Блок. 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 Анимак. Вей! Вей! Телесос, да? Да. Грелка? Да, да, я в еб**бую. Да. Это не грелка, не надо туда. Нет. Не надо. Аааааааа. Клизма. Клизма. Осторожно. Оооо. Вот, вот. Передаю. И что-то еще. Ни хрена. Больше вроде ничего нету После клизмы мне немножко боязно Боязно? Ну чё? Чувак, мы нашли самое ценное в этой катере Ааа, окей, отличный набор А ещё кашарь или нет? Ну что дальше-то уже всё Женский Не знаю, бабулины Кама Камасутра 18 Не рекомендуется лицам до 18 лет Видеопрограмма Камасутра Подарит вам и вашим партнёрам 52 минуты наслаждения телами и мыслями Ревнеиндийского тракта искусства любви Надеемся, что эта видеопрограмма станет Настоящим путеводителем по миру любви И наслаждения для молодых супругов Чтобы увидеть нашу программу во всей красе Вам понадобятся только одни оригинальные Трёхмерные очки 3D-порнушка Которые вы обнаружите в коробке вместе с видеокассетой Если вам захочется приобщиться к миру Камасутре Ваших друзей и подруг То вы сможете дополнительно приобрести специальные трёхмерные очки Пацаны, срочно киньте видик Пишите, пожалуйста, в комментариях Кто первую какую породительскую порнушку нашёл Как называлась, короче У меня, в общем, была Белоснежка и семь гномов Эммануэль Ну это эротик У меня был вообще очень крутой фильм снят Про мафию американскую, про Аль Капона И прям очень было всё стильно снято И была очень крутая музыка Аль Капона Они под эту музыку всё делали Блин, а Белоснежка и семь гномов Её до сих пор можно найти, короче Я думаю, всё это можно найти Мне кажется, ценители оцифровали это всё Это бесконечно будет храниться Спасибо Так вот, мы разобрали три комнаты Что-то мы разобрали в начале То есть вот в первом рум-туре Что-то мы разобрали сегодня более детально На что-то я смотрел до того, как мы что-то там снимали Вот в процессе нахождения на данной хате Что-то там смотрел, там, ну, на глаза попадалось В чём можно сказать В каких-то портретах людей, которые тут проживали Мне трудно сказать, сколько их было Но давай предположим, что их было Раз, два, три, четыре, пять Картина такая образовалась некая, что Мужчина и женщина, ну, все уже поняли, что они были замужем Воспитаны были немножко, как мы все советские люди, наверное, российские По скрепам церковным, ну, ещё во всяким моментам Что за божественные какие-то тематики Мужчина был технически образован То есть, скорее всего, он занимался какими-то ремонтными работами Потому что очень много всяких железяк, гаечек и так далее Плюс чертежи Что касательно женщины, я думаю, она вполне могла быть преподавателем А ещё могла работать в каких-то структурах Как мы все подумали Где-то так, я думаю, человек пять здесь находилось И, собственно, если говорить о самых, как бы, старых, наверное, и значимых владельцах данной квартиры Однозначно, в большей степени, тут правило женщины То есть, в этой квартире стоял, ну, не то что матриархат Но, как бы, женщина была здесь явно не простая, а явно боевая Скорее всего, муж её, ну, я не знаю, он по-любому, наверное, где-то То ли на фронте там погиб или что-то в этом духе Потому что его отголосков тут, в принципе, нету Дедушку я не увидел здесь абсолютно Здесь была какая-то вот прямо очень лютая бабушка Которая, как бы, ну, занималась очень странными, непонятными делами В принципе, можно сказать одно Что семья в данной квартире, она следила за политическими какими-то веяниями Мягко говоря, тут огромное количество пропагандистской литературы Они были членами или организаторами каких-то партий Здесь про Ленина просто есть всё От фотокарточек до биографии до книжки Агитационные для детей, Ленин и дети То есть, как бы, здесь следили просто в огромных количествах за Лениным И потом и за Ельциным, ну, как бы, в меньшей мере уже Потому что это, я так понимаю, на закате это уже случилось Тут присутствовали, как все поняли, иконы Мы старались их, как бы, ну, особо не афишировать, не показывать Плюс ещё были тематические книги на эту специфику И мужчина, как тоже у меня предполагается, типа, военной сферы Явно с патриотическими наклонностями, углублениями Сам это с мужчиной, доминатор был аналитиком Который крутился в этой, как-то, может быть, не знаю даже, как сказать, в разведке или нет Политически был подвязан и проинформирован, может быть, в каких-то моментах Женщина, так как с ним жила, она явно была тоже подвержена какой-то некой информации Потому что, ну, вы сами понимаете, крутиться с мужчиной, который владеет какими-то знаниями И не знать, что он знает, но это тоже такое А что тут сказать? Ну, реально же видно, что она немножечко была такая образованная Потому что книги, как Виктор заметил, не было у нас никаких фэнтези и так далее Практически всё именно научная литература Был ребёнок, то есть, ну, это естественно, очевидно По моим наблюдениям, на него, наверное, не очень много внимания, да, выделялось Потому что детских книг довольно мало В принципе, какие-то вот эти дневничковые моменты Там какие-то тетрадные, довольно тусклые То есть, девочка Света её звали, да, даже в девятом классе Она смотрела мультик Анастасия А это довольно депрессивный мультик, насколько я помню Значит, она такая была немножко затворница, что ли, такая Ну, как-то, чёрт его знает Ну, в такой квартире находясь, как бы, неудивительно Вот вторая пара, которые вот после этой бабушки, я так полагаю, жили тут минимально, в принципе Ну, и вообще их следов здесь тоже минимально То есть, это, наверное, вот единственная кассета с Камасутрой Набор каких-то молотков там, что-то, да Ну, вот этот бытовой, который необходим там, типа То есть, это, по сути, такой бабушатник, да? Бабушатник Бабушатник, мне в комментариях написали То есть, бабушка тут, как бы, рулила, что-то мутила, что-то читала Агитация брошюрки и всё в этом духе То есть, ну, она затмевает всех, кто тут находился ещё Поэтому трудновато как-то формулировать какой-то портрет, вот, других жильцов, которые тут могли быть Подводя итоги, мужики, спасибо большое, что помогли Одному бы это было прямо очень долго всё вытаскивать Хаты больше не будет Рум-тур сделали, по ящикам пошакалили Сейчас подведём итоги В принципе, у нас всё Лайкайте, не лайкайте, смотрите сами, короче, надеемся, понравилось, зашло Вот, с хатой всё Всем рум-тур Виктор Аблута Саша раз на раз, мы с вами Гога Тупурева Прожрать хочет, короче Да, я хочу есть Ааа, ребят, было очень круто, немножко хапнули ностальгии А было, как это сказать, окунулись в те времена, когда ещё цифровых штучек не было Про жрачку, да? Аааа, я завёлся, короче Увлекательно, я бы сказал Спасибо большое Ну это было круто Да Я просто скажу Всё